Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришниф, мир не видал такого контента, такой харизмы, со мной сегодня, Сафик 1, 2, 3, 4, и сегодня вы впервые увидите ролик 1000 слоев картона. У нас ровно две команды, первая команда, Аришниф и Сафик, а вторая команда, Маша, Настя, всем привет, ребята. Каждая команда должна пройти через 4 комнаты, но чтобы попасть в следующую, нужно сначала пробить 250 слоев картона. И чья команда первая пройдет через все 1000 слоев, окажется у этого трона, и кто первый на него сядет, тот и победил. А команда, которая не успеет, должна будет пройти наказание от тайного блогера. Оружие-то у вас будет какое-нибудь? Оно будет дальше по сюжету ролика, но первые 250 слоев нам нужно будет пробить собственными руками, поэтому давай. Ой-ой-ой, так Сафик, давай быстрее, нужно выбираться, пока нас здесь не засыпало. Маша, ты где? Потом продолжай сыпать, Настя, нашла, окажись что-то. Давай это как-то использовать срочно, но надо выбираться, иначе нас засыпет шашлит. Сейчас вот разик, прорубаем окно. Я стой, ну что, мне кажется, нет смысла, ты просто ничего по факту не делаешь. Сафик, если мы будем долго думать, то Настя их засыпет окончательно, ты посмотри, давай помогай. Слушай, может с этой белой штуковиной выпало какое-нибудь оружие? Маша, ты молодец, мы реально скоро сможем выбираться, давай разбирать этот катон. Сейчас, смотрите, рядом другая комната. Там, ребята, возможно еще несколько слоев, и если мы сейчас хотя бы за 10 минут ничего не сделаем, то нас тут затопит этим снегом, а еще даже не зима. Смотри, Артем, ногицы, вот так вот будет проще. С теми делом гораздо быстрее пойдет. Сафик, давай! Может их как-то поделить? Надо руками рвать. Смотрите, какую мы дырку только смогли сделать, ребята. Один слой картона пробить очень легко, но когда их здесь 250, это практически невозможно. Мы должны себе проделать проход наружу в следующую комнату. Хотя бы глазок чтоб был. Да какой глазок, я в эту дырку должен пролезть, а ты меня видел? Надо тебе схуднуть быстренько. Если мы не сделаем себе выход, то мы оба очень сильно схуднем. Я устала, Настя. У меня, ребята, будет совершенно другая тактика. Я буду не так, Маша, делать это одной ножницей, а буду сразу вот двумя наконечниками пытаться прорезать более глубокие ямы. Но мы должны первые добраться до трона. Маш, тут такая вот история случилась. Настя, ну как так? Только что в руки попало, сразу сломало. Ребята, посмотрите, что мы придумали. Мы ножницы разделили на две части. И таким образом мы можем сразу в две руки работать. И смотрите, сколько слоев мы уже пробили. И еще куча таких. Сафик, слышишь? Это же звук ветра. Мы почти пробили. Смотрите, там видно. Следующую комнату, вот она. Слушай, ну ветер дует прям сильный. Нужно расширять вот где-то вот посюда, Сафик. Маша, я нашла рулетку. Кто знает, сколько здесь еще всего в этом снегу, блин, спрятано. И что нам здесь делать? Просто размерять. Может быть, тут можно измерить этот картон? Да. Ладно, сейчас, может, там еще что-то есть. Маша, мы прорезали 4 сантиметра, представляешь? Это очень хорошо, смотри, что я нашла. Тут написано 610, запятая. Запятая значит, что это нужно последнюю цифру или букву отнять. Возможно, это просто значит число 61. Это ребус, а тут еще написано лево. Это похоже на координаты. Надо найти ширину, длину. Ну, короче, еще что-то тут, я уверена. Бери лопату, будем копать. Маша, смотри. Вторая часть ребуса. Тут тоже написано снизу. А тут нарисован стол. Убираем. Л-100. У нас есть 100 и 61. Видимо, мы должны что-то измерить, используя рулеткой. И может, там будет подсказка какая-то. А почему мы сразу большого не стали делать? Ты посмотри. Даже если мы вот такое вот сделаем, я сюда пролезть не смогу никак. Ну, а я-то пролезу, у меня талия как раз такая, я под себя делал. А я что, здесь останусь? Нужно где-то минимум вот такую вот грень. Кажется, здесь что-то есть. Сафик видит, что в следующей комнате. Давай, Сафик, что там? Мне кажется, что-то ощупал. О, ничего себе. Что это? Давай, тяни. Ребята, это что-то очень тянущее. Вы посмотрите, такое эластичное. Эластичное. Смотри, вот что было такое тянущее. Ого. Вот это он растягивается. Слушай, Сафик, а давай попробуем его максимально растянуть. Давай. Как думаешь, у нас получится порвать? Давай, давай, давай. Давай, тяни сильнее. Да я почти на ней вешу, Артем. Сил не хватает. Что это за эластичность? Да слушай, Артем, у нас не получится ее порвать. Может, там еще есть игрушки? Ого, Артем, тут еще игрушки есть. Обалдеть, это же Стрэнч Армстронг. Их можно растягивать в 4, а то и в 6 раз. И скручивать в самые запутанные узлы. Но они всегда возвращаются в прежнюю форму. Ого, смотрите, я их смотал в узел, а им хоть быкны. Давайте проверим, кто из них будет прочнее. А если так? Да как же их порвать-то так? Я никогда не встречал более прочных игрушек. Ребята, я обожаю Звездные войны. И игрушки этой коллекции выглядят просто космически. Поэтому я возьму себе парочку, особенно Дарт Вейдера. Я его фанат. Если ты нам не веришь, то можешь сам проверить, насколько сильно у тебя получится растянуть эту игрушку. Да прибудет с тобой сила стретча. Сафик, ничего, ты давай там, давай. Мы уже почти прошли. Ребята, у Сафика тут попа застряла. Что снизу? Что? Вот она точка. Здесь слева 61. Вот оттуда лево можешь измерить 60? Держи тогда ногтем. Что так? 61. Вот здесь, Дарчик. Вот эта точка. Ну и где тут что? Все посмотрим. Там что-то есть. Я чувствую, это новый инструмент. Это же канцелярский нож. Да мы с ним теперь вообще как всемогущие. Мы можем вообще здесь всю комнату разрезать. Посмотрите, ребята, внимательно, сколько слоев мы уже прорезали. Это предпоследний слой. Я вижу свет, ребята. Офигеть, офигеть, смотри, это как окно. Давай попробуем пролезть туда. Что ты там видишь, Маша? Там комната. В общем, сейчас мы расширим эту дырку. Нам потребуется еще какое-то количество времени. И перелезем в следующую комнату. Старик, давай помогаем. Посмотрите, какую дырень мы сделали. Мы точно выиграем. Ребята, первый уровень пройдет. Ну а здесь, как ты видишь, вот эта вот штуковина. И с ней мы точно победим. Ребята, посмотрите, это же электролобзик. Нам нужен ключ от этого замка. Если у нас будет эта штука, мы 100% будем впереди. Ребята, наконец-таки мы перебрались во вторую комнату. Сейчас мы будем изучать, что же здесь. Маша, расскажи, что ты успел увидеть. Я успела увидеть только то, что в моих карманах кончат этих снегинок. Это даже в тапках, ребята. Это правда. У меня тоже в тапках их просто дофига. Второе, что мы увидели, это вот эти вот вкусняшки. Я думала, что нам надо это съесть. Маша, смотри. А мы на главный-то атрибут даже внимания не обратили с тобой, а ведь все на поверхности. Ребята, это гигантские стеклянные кубики. Там внутри молоток. Давай думать, как это открыть. Так я же говорю, ключи нужен. Ау. Скорее всего, ключи где-то здесь, потому что они не просто так здесь висят. Софи, ты чего? Это же... Вот и первый слой пробили. Считай, осталось всего 249. Это же еда. Вот такой голодный. Это что, получается, нам все коробки высыпать нужно будет? Есть. Это ведь одни плюсы. Сапи, ключи сразу. Давай отправь этот замок. Слушай, я даже думаю, нам смешить смысла нет, потому что там девочки 100% опаздывают. А мы пока можем с тобой вкусно перекусить. Особенно то, что у нас здесь такая штука. Тут ключа никакого нет, но зато есть вкусные подушечки. Ничего не вижу. Смотрим так. Ого. Я не вижу здесь никакого ключа, но здесь точно есть какая-то подсказка. Посмотри наверх. Обалдеть! Там настоящая пила висит прямо в воздухе. Но мне не достать вообще никак. Маш, может у тебя получится? Сейчас, погоди. Блин, этого столика какое-то странное равновесие. Она может друг друга подсадить или коробками покидаться. Я думаю, и подсадить мы можем друг друга, но гораздо легче используют эти коробки. Все-таки их много и попыток у нас тоже будет много. Да, получается у нас осталось 18 коробок. То есть у нас есть 18 попыток, чтобы сбить эту пилу. Берем по снаряду. Давай, ты первая. Ну, слушай, есть попадание. Ничего себе, она аж затряслась. Нужно еще пробовать и пробовать. Надо повыше и посильнее попробовать. Отключается. Сейчас я попаду. Опа. Сейчас бы молоко. Но без молока тоже нормально. Они же все-таки шоколадом. Ладно, смотрите. Сейчас откроем и обойдем их на раз-два. О, давай, скидывай. О, это что такое? Он прямо сейчас в один момент. Это кнопка подписаться. Здесь же электролобзик был. Это подстава какая-то. Оно вообще бестолковое. Слушай, ну, можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем хотя бы один слой пробить. Сейчас. Блин, да это не сравнится с электролобзиком. Сейчас, смотри, смотри. Вот, видишь, ехать. И что? О, смотри, какая дырочка. Ага, от этой дырочки, блин, век будешь делать. Слушай, ну, если так недели две здесь провести, я думаю, что можно здесь без двух недель. Тут написано подписаться. Ты что, глупый, что ли? Это значит, что нам нужно, чтобы ребята нам помогли прямо сейчас. Так что, ребятушки, пожалуйста, спуститесь вниз и прямо сейчас нажмите на кнопочку подписаться. И возможно, что прямо сейчас вместо этой кнопки подписаться появится как раз-таки наш электролобзик. Да, электролобзик превратился в эту бесполезную вещь. Я уверен, что у кого-то из вас тоже есть под роликом вот эта штука. Она абсолютно бесполезная. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы она превратилась в электролобзик. Подписывайтесь, Сафик. Ну чего ты там? Я почти первый злой. Снял. Ребята, большое вам спасибо. Ну-ка, Сафик, отойди. Маша, у нас осталось последние четыре коробки. Я думаю, что нам надо идти ва-банк. Все или ничего, Настя. Ты типа имеешь в виду, что каждая берет по два орудия и все, одна попытка остается. Я думаю, что если взять все наши коробки и ими нацелиться на одну деталь, то она должна под воздействием силы упасть. Это может сработать. Риск очень велик. Ну, погнали. Вперед. У нас вышло. А теперь мы можем прорываться дальше. Не быть впервые, мальчиков. Поехали, Маша. Все, иду. Молодец. Мы с помощью этой штуки все разрежем. Чтобы не мешал вот этот вот слой, его сначала уберем. Посмотрите, сколько мы смогли сразу пройти слоев благодаря электролобзику. Просто куча. Смотри, осталось совсем чуть-чуть. О, ну-ка. Кажется, вижу свет. Кажется, вижу свет. Посмотрите, это же отверстие, которое придет нас в следующую комнату. У-у-у. Давай. Настя, я устала пилить. И пила уже совсем тупая. Ребята, мы уже, я не знаю, битый час пилим. А посмотрите, сколько мы пропилили. Пила просто затупилась и прекратила прорубать нам картон. Мы после этого все коробки растормошили. Все пытались найти. Вот в этих вот подушечках какой-то ключ. И осталась у нас, блин, последняя коробка. Давай, Настя, пожалуйста, я в тебя верю. Это был какой-то райский звон. Ребята, мы нашли ключ в последней коробке. То есть вы помните, сколько коробок было вначале? Нам пришлось их все растормошить. Маша, открывай старею. А, получилось. Удача реально на нашей стороне. Спускаем старею. Теперь у нас, ребята, есть молоток. Поскольку Маша пилила очень долго пилой, теперь я буду ломать молотком эти стены. Потихоньку, помаленьку, да выберемся к победе. Давай, Настя, вперед, давай. Ай, ну, как там? Потихонечку, идиот, тяжело, правда. Вы знаете, мы с Настей обе сейчас очень уставшие. И вы бы нам могли реально помочь. Лайки нам доставляют огромную-огромную силу. Поэтому, пожалуйста, каждый из вас поставьте пол-лайкусику. И когда мы наберем 100 тысяч лайков, то мы сможем зарядиться энергией. У нас будет много сил. И мы сможем пробить эту стену и победить мальчиков. Пожалуйста, ребят, вы нам очень нужны. Помогите нам с Настюшкой. Давайте, ребят, я чувствую какую-то силу. Оно растет, ребята, вы помогаете. Я уже тоже могу даже пальцами рвать. Спасибо большое каждому из вас, кто поставил лайк, отдельное место в наших сердечках. Софик, лобзик не работает. Ну, в целом, оно и понятно. Потому что это слишком учительское оружие. Ты понимаешь, мы бы тогда все слои максимально быстро прошли. Решетка. Ребята, тут что-то серьезное очень странное происходит. Потому что здесь реальное окно. Так вот легко отсюда выбраться. Я прям вижу свободу. А ты видишь вот эти кольца? Да. Очень сильно похоже на какой-то челлендж. Так смотри, здесь же написано. Три кольца бензопила, два кольца дрель, одно кольцо водяной пистолет. Понятно, в чем суть челленджа. Смотри, здесь же есть бумажные самолетики. У каждого по три самолетика. Держи. Софик, нам нужно 100% нормальное оружие. Если один из нас может кинуть самолетик так, что он пролетит через все три кольца, то мы получим бензопилу. Маша, как ты думаешь, мальчики попали во все кольца? У них, наверное, бензопила там была. Да, они же кривые. У них с прицелом все плохо. В монстров они с седьмого раза попадают. Так что, если честно тебе скажу, у меня тоже с прицелом не очень. Но в одно кольцо я точно смогу попасть. Ну, давай, ты начинай, короче. Раз, два, три. Да, два кольца. Это ж не бензопилак. Два колечка, это дрель. И у меня еще есть целых две попыточки. За нашим троном. Это все показалось. Я хорошо ведь. Да, ну это ноль. Ну, ну, ну. Но в целом два кольца тоже неплохо. С дрелью можно что-нибудь придумать. Давай я, Динар, попробую. Давай, давай. У нас немного осталось самолетов. Один точно последний твой. Ну, может быть, я хотя бы в одно кольцо попаду. Я не знаю. А то это как картонная тюрьма. Маша, у нас есть точно уже водяной пистолет. И мы сможем размочить им. Но не все слои картона, конечно. Там воды же не хватит. Мы же, знаете, не вот такие все-таки. Все, я готов побороться за бензопилу. Раз, два, три. Да, Сафик, а слов-то сколько было много. Маша, давай, целься четко и метко. И попадай во второе кольцо, как на Олимпиаде. Ну, ребят, никаких правил особо не было. Так что все по плану, все по закону. Во второе кольцо. А это значит, что у нас будет, извините, дрейк. Где же она? Да, бензопила наша. Давай, может, две бензопилы, а? Я буду человеком-бензопилой. Давайте сюда ее. О, вот же она. Наконец-то у нас появилось реальное орудие для того, чтобы опередить мальчиков. Потому что мне кажется, что они идут впереди нас. Маша, приступаем. Ну что, погнали. И что? О, слушай, смотри, как провалился. Это похоже на успех. О, Маша нашла крутой способ, как дрелью можно нарисовать рисунок. И сейчас мы просто выбьем вот этот знак, понимаете? Сейчас ушки только нарисую, чтобы было похоже на котика. Ладно, теперь серьезно работаем и делаем себе путь к успеху, ребят. Поехали. Посмотри, с этим мы вообще на раз-два. Ну-ка, дай-ка сюда. Сатик, только очень аккуратно, ребята. Запомните. Нету ничего важнее техники безопасности. Сатик, ты только выключай ее. Что за ерунда? Подожди. Ее же нужно периодически выключать, ты ее перегрел. Блин, у нее дым идет, да. Ты понимаешь, что с помощью этого инструмента мы бы смогли сразу к трону пройти, а теперь все, она сломанная. Блин, ну я не знаю, я же не знал, что там нужно перерывы делать. Смотри, здесь другой челлендж появился. Давай, Настя, уже близко. Давай. Нет, ну она была такой хорошей малышкой. Ребята, она села. Да кто вообще такие подарки предлагает, которые могут сесть через 10 минут? И что нам здесь делать? Это что? Видишь? Докажи звук. С еще одним испытанием. Смотри, тут что-то написано. Нарисуй и получи инструмент. Да как рисовать? Здесь же ничего нет. Блин, вот бы маркер какой-нибудь, но тут абсолютно пусто. У нас здесь только бензопила и лобзик, который не работает. Вот бы знать разгадку-то. Возможно, вот эти отверстия для рук. Посмотри, может быть, твоя рука здесь пролезет, потому что моя здесь рука очень плохо пролезает. Там же еще мастер какой-то должен быть. Рисовать-то нам чем-то надо. Сейчас. Так, ну руки отлично. Сейчас посмотрю. Да, там есть маркер. Ура, классно. Давай скорее рисовать. По-моему, у меня нашел маркер. Да. Давай сюда, давай сюда. Давай договоримся сначала, что будем рисовать-то. Давай нарисуем окземет, например, а? Не, 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 не. Тогда мы отсюда точно не выберемся. Только поджаренными. Давай бензопилу нарисуем. Вторую? Да. Сейчас нарисуем. Слушай, знаешь что? Вот когда у нас был молотон, мне кажется, у нас очень круто получалось вот эти вот стены прям им очень быстро пробивать. И есть вот вещь, она кручит. Шахтеры ей пользуются, но я не помню, как она называется. Сейчас, сейчас, на языке прям крутится. Кирка. Я вот в Майнкрафте помню, не зря все-таки играла, ребята. Рисуем ручку. Вот. Готово. Вот, смотри, похоже. Ну, вроде бы, да. Так, сейчас, Настя. Ого, получается. Да, да, да. Ручник рисую сейчас, сейчас. Все хорошо идет. Так, еще чуть-чуть. Сейчас саму кирку нарисую. Осталось совсем немного, ребята. Хорошо идет. Так. Идет. Все, я все нарисовала. Ну, и что, когда нам дадут? О-о-о. Я бензопилу рисовал. Твой рисунок вообще на топор не похож. Так система, походу, кто думает, что это топор? Ну, реально на топор похоже больше, чем на бензопилу. Ничего не похоже. Я бензопилу рисовал. Я очень хорошо рисую. Ой, так, нормально. Дай я поколочу. Так отдай мне это. Ты же бензопилой управлял. Ну, ты пока разберись. Может, ее починить можно как-нибудь. Вообще не смешно. Кирка, так как появиться-то должна? Нас обманули, Настя. Нет, кажется, не обманули. Боже, это мои. У нас, блин, настоящая кирка. И сейчас мы этой киркой будем пробивать остатки стены. Ребят, вы же сами видели. Идеальная бензопила была. Степ, сейчас отходи. Опа. Давай. Ребята, сами понимаете, 250 слоев. Не так уж просто пробить. Прямо сверху мне. Ну, топор у Сафика в руках точно не перегреется. Вперед, вперед. Победа нас ждет. Маша, откуда у тебя костюм черли? Держи с собой. А, ладно. Маша, я вижу просвет. Мальчики проиграют. Мы будем лучше всех. Нам понадобится еще чуть-чуть времени. Наша кирка. Поддержка. И мы справимся. Ребята, мы уже перебрались в эту комнату. В этом нам помогла наша замечательная кирка. Все прошло, кстати, очень быстро. Я так понимаю, что это последняя комната. И мы уже на финишной прямой. Если честно, мы уже даже подустали. Потому что уже хочется сесть быстрее на трон, чем пацаны. И опраздновать свою победу. Ну, комната за комнатой, комната за комнатой. И, в общем, очень тяжело. Но нельзя сдаваться. Ни в коем случае. Ребята, ведь это финиш. Надо на финише как раз таки рвануть. И все призы забрать. Все, мы в следующей комнате. И здесь у нас задание. И хрюшка, зайчик. И это сова, Сафи. Пингвин это. Думаешь, пингвин на сову очень сильно похоже. Еще, тем более, смотрите. Они сделаны ручной работы. Видите? Это настоящая оригами. А ты вот это видал? Чипсы. Капуста. А косточка. Сафик, это бумажные продукты. Смотрите, ребята. Видите? Чипсы. Но они не настоящие. Полностью бумажные. Тихо вы что ли? Даже кока-кула сделана из бумаги. Рыбка. Мне кажется, что нам нужно понять, какое животное какую еду ест. И если мы все сделаем правильно, тогда мы просто проходим следующий уровень. Или нам достанется какой-то супер крутой предмет, и мы прорубим эту стену. Все верно. Так что давайте приступать, Анастасия. Хрюшка. Видите? Все абсолютно знают, что Хрюшка у нас ест чипсы. Нет, 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 нет. Хрюшка ест капусту. Чипсы едят только... Вообще никто чипсы не ест. Чипсы это вредный продукт. Зайцу надо рыбу. Рыбу вот. Рыбу? Он рыболов, да. Ладно, ну а что едят тогда пингвины? Они живут там, где холодно. Что растет там, где холодно? Они на Южном полюсе живут. Юг Краснодар. Там морковка растет. Получается, пингвин морковку ест. Зайц ест рыбу, а Хрюшка ест капусту, да? Ну и какой наш результат? Всего лишь один правильный ответ. Ладно, давай хотя бы ей поработать. Слушай, Сапик, ну дай я лопатой хотя бы раз. Да, дай я. Ладно, давай вместе. Блин, слушай. Сначала вроде бы хорошо пошло, а сейчас не очень. Капусту, наверное, кушает свинка. Давайте ей попробуем. Дать пару листочков. Верно. Ребята, дальше у нас заяц. Ну, тут очевидно морковка. Правильно? Да, да, два из трех. Последняя. Это пингвин. Конечно же, рыба, Маша, все правильно. Да. А теперь нас ждет что-то очень крутое, потому что мы все отгадали. Только что? Кстати, вариантов нет. Либо сейчас девчонки первые сядут на трон, и нам достанется наказание. Либо мы проламываем эту стену нафиг. Подожди, 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 Артем, стой. Может, мы это поменяем, подписчикам попросим, они нам подскажут, кто там что ест. А то мы, видимо, вообще не разбираемся. Слушайте, ребят, ладно, по поводу своей пятерки по биологии я немножечко премурал. Меня Елена Владимировна никогда опять четверти не ставила. Но если у вас хорошая оценка по биологии, то, пожалуйста, напишите в комментариях, чем эти пингвины вообще питаются. У нас с Сафиком вообще ничего не выходит. Может, кролик ест капусту? Слушай, мне кажется, они уже в комментариях написали, смотри. Подожди, получается, морковку я заяц, а этот рыбок. А, ну я так и думал, спасибо, ребята. Да, здесь так и написано, заяц ест морковку, а пингвин ест рыбу. Так нам вообще что-то дадут тогда или что? Сейчас узнаем, правильно или нет. Софик, смотри, кажется, теперь мы сможем пройти эту стену быстро. Это бензопила. Ребята, нам обеспечен выигрыш. Сто процентов мы и с киркой, и с молотком, и со сломанными ножницами, и с рулеткой. Такие там проделывали дырки, что с этой пилой сейчас мы вообще на раз-два. И, кстати, сейчас Маша на очередь, потому что я немного боюсь, если честно. Ну, погнали. Первые в этой комнате, последние. Давай, 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 я лезу, лезу. Комнаты, конечно, уже не держат нас. Но, тем не менее, это все очень круто, потому что вы первые в зале с троном. Настя, давай ко мне прыгай. Не случается, что вы выиграли, девочки, выиграли этот челлендж. Это благодаря вам в том числе. Ну, я реально в шоке, что пацанов еще нету, потому что я там же Сафик. А Сафик, знаете, что может вообще сделать с инструментами? Но, видимо, мы были покруче. Смотри, что мы сейчас делаем. Мы вставим это вот сюда, подожжем, а сами переместимся в другую комнату, чтобы нас волной не накрыло, понял? Да, 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 это гениально. На, держи ты. Я сразу валю, ребята. Ребята, нормально он так придумал. Все, ребята, поджигаю. Ребята, эти тысячи слоев побеждены нами с Настей. Мы вот самые крутые, и это замечательно. Настя, ты слышишь, что-то шипит? Не очень. Это шипит? Точно. Это подозрительно. Надеюсь, все будет. Сейчас вы на трон сядете. Ребята. А что это вы на нашем троне рассеялись? А что это ты подумал, что это ваш трон, это наш трон. Не, 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 давайте на видео вы вот в ту комнатку пройдете, и сделаем вид, что мы победили. Давайте. Мы на эти дешевые байки, знаешь ли, Артем, не купимся. Вы пришли вторые. Время смириться с поражением. Это получается, мы должны пройти наказание от тайного блогера. Ладно, сейчас нам должны девчонки завязать глаза, а дальше будь что будет. Ну и что вы там придумали, а? Сейчас, ребята, мы покажем вам видео от тайного блогера. Скорее смотрите. Привет, ребята, тайный блогер, это я. Напишите в комментариях, если узнали меня. А теперь слушайте задание. Ваша задача завязать друг другу глаза, после чего продержаться одну минуту и не двигаться. Это все задание? А когда вы нам глаза завяжете, то что будет? А вот тогда, Артем, ты и узнаешь, что будет. Ну, видимо, не двигаться просто нужно. Да не бойтесь, давайте. Ну, ничего страшного не будет, точно, да? Точно, да. Завязывай глаза, Маша. Страшно, если честно. А что страшного-то? Не знаю, Сафик, они же с нами вообще все, что угодно сделать могут. Да как вы нам не доверяете, ребята? Мы столько с вами, а, вместе. А вдруг они нас с огнетушителя катят, а? Не, ну это ерунда. А прикинь, если какая-нибудь огромная такая штуковина, типа червяка, будет по нам ползать. Ребята, вы сейчас узнаете, какое наказание мы приготовили для ребят. Вот такой вот паучок будет сидеть на Сафике и на Артеме. Это очень страшно будет для ребят, потому что они боятся паучков. А я вот держу его на ладошке. Я отчетливо чувствовал, что что-то ползало у меня по плечу. Ребята, это были огромные пауки. Ты не знаешь, что я боюсь пауков. Прям по плечу вот так вот. А что, они могли бы нас укусить? Да нет, они безвредные, ребята. Это испытание себя на силу духа. Дайся, меня на плече прямо сейчас, пару секунд назад, сидел огромный волосатый паучища. А потому что не надо было проигрывать. Вот мы с Настькой выиграли, и вот, все было замечательно. Так что, ребята, спасибо вам огромное, что вы смотрели этот ролик. Он подошел к концу. Так что теперь тыкайте на вот эту вот пулю. Скорее, смотрите, может быть, ребята превратятся в человека в пауков. Тыкай, 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 давай. Спасибо, что мы с нами. И всем пока.